Уважаемые коллеги, приветствую вас. У меня немножко странное, я так думаю, в этом общем ряду сообщение, потому что у меня будет очень много картинок, очень много хороших картинок. Надеюсь, они вам понравятся, но дело даже не столько в картинках, а в некоторых резонах, которым эти картинки должны служить. Мое собственное задание состояло из трех частей. По замыслу заказчика должна была быть некая подборка из произведений искусств мирового уровня, которая могла бы транслироваться в фойе школ через проектор, каким-то образом вводить визуальную культуру мира детей среднего школьного возраста, старшего, младшего, ну как случится. Но в результате некоторых действий выяснилось, что по-хорошему мировое искусство для нас, может быть, и не так важно на момент вот именно школьного вхождения в мир образов искусства. И общими усилиями при согласии куратора проекта Улана Джапарова, студия Музил, появилась вот такая вещь. «Сто художников Кыргызстана». Самая известная наша картина на уровне глобусов всея – это дочь советской Кыргызии Семена Чайкова. Семен Чайков – это наше все. Ближайшая аналогия, всякая аналогия, ну не идеальна, но это такой Михаил Лобомосов, который родился в Пешпеке, в семье прачки и писаря, и закончил свою карьеру академиком живописи. Причем он наш, вот совершенно местный, он пас здесь овечек своего отца. Он какое-то время пребывал в Верном, и он сделал колоссальную карьеру как художник, и внес огромный вклад в искусство и культуру нашей страны. Он организовал первый музей, он спас первую галерею от сноса, это бывшая церковь в Дубовом парке. Он организовал школу, потом училище, потом продвигал молодых, толковых и так далее, и так далее. Просто человек сделал для нашей страны, ну, наверное, переоценить невозможно. Итак, кроме приличной живописи, очень хорошей, в этом есть пафос образования. Я думаю, в этих стенах это как-то имеет смысл озвучить. Это будущее за образованием. И здесь очень важно, что Чуйков выбрал девочку. Наверное, это тоже неспроста. Ну и некоторые рамки, которыми я задавалась, делая эту подборку. Итак, разумеется, по видам искусств. Графика, живопись, скульптура, прикладное, затем стили. Дело в том, что через наше искусство прошли, наверное, все значимые стили мирового искусства. И тут мы совершенно в контексте мира находимся. И от себя я должна заметить, что, наверное, у нас есть хорошие чиновники, наверное, у нас есть честные таможенники, и, наверное, у нас есть другие прекрасные люди. Но вот художники у нас абсолютно точно прекрасные. Вот за художников в державе не стыдно ни разу. И я хотела сделать еще акцент, что здесь будут очень известные вещи, хрестоматийные, и совершенно мало кому известны, вытащенные буквально из личных каких-то запасов у художников и так далее, и так далее. Ну и, разумеется, баланс в рамках заявленной темы. Мальчики, девочки, мужчины, женщины, художники, художницы, север, юг, село, город, пейзаж, там, натюрморт и так далее, и так далее. Наталья, извините, а можно я комментарий один сделаю, чтобы пока еще мы плывем? Да? Да. Спасибо большое. Коллеги, я просто хотел сказать, что это был заказ нашего проекта, то есть мы тоже разделяем часть ответственности в полной мере, мудрости не зная, как получается. Но, значит, что мы придумали? Просто когда мы стали работать, и это, собственно говоря, касается и выступлений Натальи Иватулана, который, Джапарова, я надеюсь, сейчас у нас появится, вот, как бы, дело в том, что мы обнаружили о том, что, ну, и, наверное, все это прекрасно понимают, что визуальная среда, что один из вопросов, связанный с толерантностью и безопасностью, связан с тем, что сама образовательная среда не очень, ну, как бы, она не очень образовательная бывает часто, да, и не очень наполнена смысловыми конструкциями, да, то есть, как бы, то есть у нас, как бы, архитектура получается отдельно, образовательный процесс отдельно, и все вот это вот развязаны, как бы, такие элементы. И поэтому мы начали, вот, все последующие выступления, да, то есть вот вы видели, что были выступления про, там, санитарию, там, про, значит, вот свет, там, зелень и так далее, то есть мы все время говорили о таких аспектах, а сейчас мы, как бы, переходим несколько в другое, как бы, измерение, связанное именно с, вот, самим дизайном здания и самим дизайном вот этой художественной среды. И что касается вот этого конкретно, как бы, проекта, мы продумали, что в наших пилотных школах мы просто возьмем, значит, вот проекторы, да, то есть поставим их на стену и предложили, что будем, ну, еще вот надо додумать, да, и поэтому мы вас вовлекаем, как бы, в это пространство думания, то есть что вот будут идти картины, вот, киргизских художников. А метафора для этого была когда-то, если вы видели, помните, этот фильм «Электроник», да, то есть когда-то там говорили, что на старой башне вот надо картины великих художников, великих мастеров показывать. И вот мы, собственно говоря, с такой просьбой обратились, и вот Наталья нам это сделала, чтобы у вас была какая-то некая предыстория, да, то есть и вот понимание того, что... И дальше мы также, Далья, я думаю, что я с вашего позвоня еще скажу, что мы попросили тоже поговорить про, вот это будет следующий, как бы, элемент, это визуальная галерея, значит, великих людей, да, и вот здесь есть члены совета, которые по, значит, качеству образования Гульмир Каримовна, мы уже начинали про это разговаривать, то есть как бы мы вовлекаем всех вот в эту дискуссию, то есть сейчас мы должны определиться с тем, каких людей, значит, ну вот показать, да, дальше мы посмотрим, какие художественные решения для этого рисуют. То есть просто сказать, что это такие новые дискуссионные форматы, которые вот прошу в этом контексте понимать. Спасибо большое. Спасибо. Важно, что я хотела сказать, что не вошло, не вошел Эрос и Таанатас, не вошло насилие, не вошло ярко выраженные обращики пропаганды, таковы тоже есть, это отдельная тема, но, наверное, не для школы, и не вошло просто масса прекрасных художников, потому что всего лишь рамочка была, 100 художников. Так. Ильяна может убедить. Ильяна, мы вам разрешаем. Хорошо, 102 художника. Так, хорошо. Вечные темы взаимоотношения, богатства и бедности, власти и насилия при этом. Гопар Айтиев, 1936 год. Гопар Айтиев, наш корифей. Так, это эскиз к оперному театру, он находится рядом с нами, все, наверное, видели, задрав голову, вот эту балерину, она там до сих пор находится. Скульптор Ольга Мамулова, великолепная художница и прочее, прочее. Кстати, снимок из Оржского музея. Так, снова юг, это Оржский рынок. Но Оржский рынок не наш, а Оржский рынок ваше. Картинка 60-х годов, посмотрите, уже эта натура ушла. Это уже то, что прекрасное, интересное, но оно уже отходит по ряду причин, а в каких-то случаях просто уничтожается нарочно в небытие. Так, ну что, Абдерей Осмонов, классический образец сурового стиля в нашей жизни, долон. И, если честно, мне кажется, на долоне как-то не сильно все поменялось зимой. Вот я там недавно была, как-то вполне узнаваемо. Да, Виктор Тюрин, классик нашего реализма. Манас, гумбез Манаса до реставрации. Вот это историческая ценность. Это не то, что стоит там сейчас, это подлинное. Да, про южную живопись. Вот такая чудесная девочка из Арсламбоба, Оржской художницы. Собрание Оржского музея изобразительных искусств. Так, вот эту работу я прошу вас запомнить. Танец табунщиков. Просто запомните, мы к ней еще вернемся, но совсем на другом уровне. Это войлок. Это наш музей изобразительных искусств. Вот здесь вот буквально рядом с этим местом. Это то традиционное искусство, которое каким-то образом выстрелило в 20 веке и стало на пике актуальности. И у нас, ну, неприятно говорить, есть свои матисы. У нас их вообще довольно много, потому что матиста, ну и ладно, ну матисы, матис, ну и что. А наши-то, они традиционно на эти же образы вышли. Так, ну что, вот эта классика социализма, это труд во имя общего блага, во имя будущего. Общий труд, общие усилия. Мужчины, женщины и дети, и все они трудятся. Если честно, у меня есть отдельная лекция для моих студентов по колористике этой картины. Но сейчас я вас мучить не буду. Да, старейший профессиональный художник нашей страны Владимир Образцов у Глобуса. Вот сейчас в этом зале сидячек очень трудно представить себе время, когда знание, ну его просто негде было получить. По факту не существовало места, где можно было бы, скажем так, выучиться. И вот здесь вот, наверное, одни из первых учеников. И, ну, я рискну пофантазировать, Глобус как символ включенности в мир, в мировую культуру, в мировое какое-то пространство. Чудесная Нурья и Монолеева. Я думаю, ее работу вы видели. Это такая исключительно женское прочтение девичьей темы. Она рисует девочек, играющихся там, гуляющих и так далее, и так далее. Чудесная художница с совершенно узнаваемым почерком. Да. Современная художница Ожская с алтанаткой Балдаева. Посмотрите, вы видели реализм, вы видели вот такую книжную какую-то графику почти. Здесь мы видим уже какую-то высокую степень стилизации. И я так думаю, что если вы не прощете, что это сборщицы хлопка, возможно, у вас какие-то деревья возникнут, еще что-то. Но это именно такой ход, что женщины как опора, это уже моя интерпретация, автор вообще совсем другую тему развивал, как она потом мне объясняла. Но это очень интересное формальное решение. Так. Вот это имя мало кто знает, Кадыржан Турдугунов и искусствовед Гамал Пакамбаев как-то сказал, что самый выдающийся современный художник Кыргызстана умер в Базар-Кургонском районе, и мало кто про него знает. Он имел в виду вот именно Кадыржана Тургунова, человека почти что неизвестного. Но посмотрите, какая прекрасная вещь. И у меня, я скажу сейчас важное замечание, я читаю два курса на факультете педагогики Тагмакского американского университета. Я прогнала все эти презентации через своих студентов, и надо сказать, они очень серьезно к этому отнеслись, и я уважила их пожелания и так далее, и так далее. Но вот эта картина привела их к какой-то вот детский восторг. Книжная графика. Вот важная и печальная вещь. Я думаю, что современная книжная графика у нас, если не умерла совсем, то влачит в жалчайшее существование. Вот просто все это вместе взятое, отдельные прекрасные люди не делают картины. Но это золотое время киргизской книги и иллюстрации Белека Джуманбаева к произведениям Караваева. Лидия Альина, автопортрет. Она уже прожила долгую жизнь. Она была не молодой уже художницей, но она исключительно прекрасна. И кроме того, я включила эту картину, потому что это аквалель. Особая техника. Так, Джулкичи Джукипов, современный художник. Вот здесь вот секунда внимания, вы должны что-то найти в этой картине. Да, это Джулкичи Джукипов, это великий художник, великий провокатор, великий новатор и, в общем, мой любимый художник. Да, и дело в том, что, вот, это моя интерпретация, автор мне совсем другие слова говорил, но то, что этот мир почему-то все время равняется на европейские ценности, вот, оно, может быть, и не всегда надо. Сайд Байк Каралаев, вот, если разобраться в своих каких-то высших проявлениях, в своих связях с чем-то небесным, да Маккарт не отдыхает. Это моя интерпретация, оценочное суждение. Так, хорошо, великий, может быть, самый главный мастер реалистического портрета Давид Флекман. Кроме того, он еще был чуть ли не 40 лет преподавателем искусства в училище Чуйкова. И очень интересный момент, Давид Флекман, портрет колхозницы. Вот в некоторых интернетовских публикациях она идет, как женщина из аила. Понимаете, уже идет ревизия, уже слово колхозница, оно какое-то вот смущает, понимаете, хотя эта работа вполне себе во времена Советского Союза. То есть ее уже как-то пытаются осовременить, надо ли это, я, к сожалению, не могу вам сказать. Так, Джамбул Джамабаев, графика, рисунок, карандаш цветной мастерицы. Вообще-то ее надо долго разглядывать, но я вам этого не дам, подсмотрите потом. Да, Аклубеков, другой классик нашего искусства. Посмотрите, как-то вот сейчас, в гламурные времена, образы детей, женщин, они должны быть красивые. Они должны быть, как сказал тот же Гамал Бакамбаев, искусствовавед, что когда такие картины, когда все женщины прекрасны, дети щекасты, а мужчины с усами. То вот здесь мы видим ребенка такого, и замечу очень важное место в названии Красная Чайхана. Это требует отдельного разговора, что такое Красная Чайхана и ее значение. Да, ну, блестящий киргизско-узбекский художник Ахунов, старый уж фактура города, которая просто уничтожается. Я не знаю, по-моему, этих махалей уже даже нету там, вот, может, тоже такие поправят. Да. Снова Джалкичи Джакибов. Женский портрет может быть вот и таким. Да. Хорошо. В советское время было очень важным подчеркивать важность труда, его красоту, его, как бы, органичность с природой, с обществом и так далее, и так далее. И вот эти Данакан, Адашканова, нежнейшая художница, вот она тончайшая по каким-то своим краскам, вот такие сумеречные девочки с табаком. Так, вот совершенно недавняя Джалалабадская картина «Саламандры», которая произвела некоторый фурор на прошлогодней выставке «Пост Тотал». От нее просто нельзя было оторвать глаза. Она такая яркая, она такая, ну, просто горячая и очень сильно, как бы, южная, я бы сказала. Автор из Джалалабада. Лидия Альина, знаменитейшая ее серия «Материнство», доступна к просмотру в Музее изобразительных искусств. Пожалуйста, это их язык фондов. Да. Ну, для детей, повторю, я показываю только маленький срез вот этого, того, что я сделала. Для детей, наверное, привлекательны вот такие романтические, задумчивые картинки, где можно придумать свою историю про ослика, мальчика, куда они едут, почему путешествия и так далее, и так далее. Да, вот другое название в узгене у этой графической работы. Мы видим таких крестьян в тюбетейках, в чепанах с какими-то узлами, которые ждут попутку. Вот, наверное, поменялись какие-то внешние одежды этих людей, но, наверное, мы найдем такую картинку на сельских дорогах, и, может быть, даже не раз. Да. Совсем другая тема, сюрреалистическая. Блистательный Эмиль Гузаиров. Мультипликатор, график, архитектор. Вот одна из его графических картин «Карусель чудес». Пейзажи могут быть не только реалистичными, но и, например, вот такими, как у доктор Бега Нургазиева. Яркими, красивыми, очень-очень-очень цветными. Да. Про маленькую пластику искусства – это не только холст и масло, но и вот такие совершенно небольшие вещи. Вячеслав Копотев от Собрания Музея изобразительных искусств нашего. По-моему, называется «Предки». Отсылает, естественно, к каким-то балбалам, к таким старинным скульптурам степным. Да. Сын Макул Чепморов. Имя знаковое для нашей культуры во всех отношениях, и как артиста, и как художника. И здесь вот знаменитые киношники. Можете поугадывать, кто из них, кто. Да. Про искусство. Витражи – это тоже искусство, и в данном случае вы опознаете филармонические стекла. Автор эскизов Алексей Каменский. Да. Ныне покойный ревкат Бухарметов, продавец красного и черного перца. Пожалуй, самая горячая работа из того, что я вам сегодня покажу. Про городское искусство в среде города, чтобы дети понимали, что это не только картина на стене, но и фонтан на советской Атактагула. Кругман, золотые рыбки. Его причесали, отреставрировали. Правда, к чертовой матери вырубили все деревья вокруг, и какую-то елку одну воткнули. Но место очень яркое. Там испохаблены архитектурные окрестности очень сильно. Но фонтан сохранился, его можно увидеть. Так. Ну, господа хорошие, к какой картине Петрова-Водкина напрямую отсылает знаменитый Асанал Бишенов? Монит красного панела. Да, да, конечно. Да. И причем это, понимаете, это не плагиат, не заимствование, а это некоторое переваривание через себя вот мировых тем и делание их своими. Вот это важно. Потом я еще покажу несколько примеров таков. Асанал Бишенов. Аксакал и великий мастер. Да. Жиргел Матураймов. Посмотрите, вот здесь, ох, знатная работа. Девочка в традиционных одеждах, там, узбекские косички. И у нее стоит такая античного типа ваза, ну так, слегка с намеком на античность. И она на фортепьяно что-то играет. Понимаете, это уже девочка мира. Я не знаю, что она играет, какой-нибудь Палана Сагинского. Но вот она уже включена в это пространство. Да. Опять же, современный Оржский график. Тоже исчезающая натура. Старый квартал Аша. Вот, посмотрите, современная машина, глинобитные стены, маленький минорет. Здорово. Образчик пастели в моей подборке. Халидашимова самолюбования. У нее есть еще другое название. Дунганская невеста. То есть, дунганская община очень чтит вот эти старинные, престаринные какие-то обычаи. И Брак, вероятно, одна из вот таких точек, где вот это все очень древние корни имеет. Замечательная наша художница. Не менее прекрасная художница, но термоартистка Дельфирус Игнатьева. Вот, опять же, из собрания нашего музея изобразительных искусств. Про пафос, образование и некоторые важные вещи. Леонид Деймон, название картины, будущий педагог. И если мне правильно сказали, вот там в окошке Оржский университет, фасад главный. Да, то есть вот здесь такая крепкая южная девушка, вот она выучится. Хотя лично я этот кадр выбрала в подборку из-за того, что тот прекрасный чернильный прибор, и дети уже не знают, что были чернильницы и ручки. Да. Хорошо. Хорошо. Снова южный художник Аман Осранкулов. Родители. Прекрасная вещь. И нельзя сказать, что она какая-то реалистическая, формалистическая и так далее. Все эти измы придумывают искусствоведы для того, чтобы дурить нам голову и зарабатывать деньги. А вот вы смотрите на картину, либо она вот вас что-то продирает, либо вам все равно импрессионизм это или пардон, чего-нибудь другое. Так. Хорошо. Великолепная работа Абдрая Осмонова «Челпонка». «Челпонка» уже давно выросла, она прекрасная взрослая женщина. Вот про архитектуру. Ну, может быть, кто-то скажет, что это за башня. Да. Ну, дело в том, что я преподаю в Токмаге, там они это говорят еще раньше, чем я это показываю. В дальнейшем, конечно, это опознаваемая вещь. Тоже важная вещь. До реставрации. Да. Где она более-менее ровненькая, незаваленная. Заваленная. Хотя реставрация Гороны, по-моему, занимался по Маскин, а это как бы номер один в этом деле был. Так. А теперь про наш импрессионизм. Импрессион — это впечатление. Живопись должна создавать впечатление. И это очень интересный гибрид советской темы производственного пейзажа. Вот этот... Токтагульская ГЭС. Да. И именно впечатление. Синие горы. Посмотрите, какими карликовыми и смешными кажется вот этот караван. Машин. А это многотонные грузовики. Какая-то громада. И, кроме того, полотно очень крупное. Это одна из частей, посвященных этой теме. Тоже в собрании нашего музея изобразительных искусств. Про мозаики. Сатар Айтеев Возрождение. Это биологический факультет нашего университета. Сатару Айтееву каким-то волшебным образом позволилось то, чего не позволяли другим художникам. Он сделал что-то невероятное. И мозаика, правда, разрушается. Лабораторный корпус биофака. Да. Это только фрагмент, повторю. Но, пожалуй, среди мозаик нашего города это номер раз. Это обалденная вещь. Так. Ну что, Ласло Миссарош. Девочка в тюбетейке. Ласло Миссарош это человек, который приехал из Венгрии в 20-е годы строить социализм в нашей земле. А потом был расстрелян как шпион. Но, тем не менее, он оставил несколько скульптур. Они, большинство из них хранятся в нашем музее. Их немного. Но то, что называется... У нашего искусства есть в том числе и венгерские корни. Ну, важный этап это строительство бычика. Мы вот видим, как это все происходит. Мухтар Мукамбетов. Ну, немножко поговорим об эпосе. Теодор Герцен, человек, который сделал более 200 графических листов для эпоса «Манас». Вы просто представьте себе книжку из 200 страниц. Это вполне себе приличная толстая книжка. А это только иллюстрации. И это не считая там заставочки, виньеточки, концовки и прочее-прочее. Ну, просто нечеловеческой работоспособности Теодор Теодорович был. Да. И очень сильно обкраден коньячными этикетками, рекламой и прочим-прочим-прочим. Да. Снова Чугморов, портрет Каралаева. Так. Но мне хочется остановиться на другом портрете Каралаева, Эмиля Токтоналиева. Это обе картины из собрания нашего музея. Вот здесь есть, если здесь мы видим просто, скажем так, если мы не знаем, что это Каралаев, ну, мужчина и мужчина. Но вот здесь мы видим человека, который поднимает память об умерших и не дает ей сравняться с землей. Это, ну, это мое суждение. Так. Хорошо. Ольга Мануилова снова кусочек из эпоса «Сыргак и алмамбет». Это барельеф, хранит такой невысокий рельеф, такая круглая штука. Здесь мы видим уже совсем-совсем другой подход к эпосу. Да. Ну и, наконец, художник Акиндин Торопов, Манас. Просто прикиньте ширину плеч этого человека. Вот он по-настоящему эпохальный. Это вот эпос как эпос. Он огромен, он велик, он силен. И даже самые крупные из его воинов, они на его фоне так вот скромно смотрятся. Да. И замечу, тигры, орлы, все вот вместе. Торопов долгое время, почти всю жизнь был нашим театральным художником, поставил массу спектаклей удивительной мощности художника. Ну, Джумабаев Метов, чей то, что в юрте выполняет вполне функциональную задачу, может быть произведением искусства. Ну, пожалуй, это далеко не все, но особая благодарность Гамалу Бакамбаеву и Анатолию Цибуху, которые помогли мне сделать то, что вы увидели. Следующая часть, если позволите, я ее сверхбыстро пробегу, потому что рамка была любопытная в буквы алфавитов ставить каких-то значимых европейских художников. Ну, соображения и ограничения были приблизительно те же, что и на предыдущей подборке. Но она чем хороша? Тем, что она от Скандинавии, от севера Европы до самого юга Италии, и она от Кавказа до Пиренеев. То есть, вот как-то звезды сложились, получился приличный такой обхват, и в том числе попадание в основные стилистические какие-то веяния европейской культуры за 2500 лет. Ну, очень известная притча о слепцах, Евангелие от Матвея. Да, важно сказать вещь, что европейское искусство, оно стоит на трех важных вещах. Первое – это античность со всем корпусом текстов, мифов и прочего-прочего. Второе – это христианство в Ветхий Новый Завет. И третье – наверное, наверное, со звездочком – это эпоха просвещения, которая в более поздние времена открыла какие-то совсем-совсем другие развороты в искусстве. Но об этом чуть позднее. Здесь, вообще-то, я рассчитывала на более старших школьников, которым заинтересует. И по предложению биомовцев, вот здесь вот могли быть вот эти вот квадратные штучки, на которые телефон наводишь, и тебе сразу статья в интернете про этого художника. И пытливый юноша, возможно, заинтересуется, а почему у Ван Гога отрезанное ухо? И почему у Ван Гога японская картинка за спиной? Про женские портреты. Это королева, это одна из немногих жен Генриха VIII, которой он не отрубил голову. Более того, он с ней прилично развелся и даже дал ей сан, что-то, любезной сестры короля или что-то в этом роде. Да. Ганс Гальбин – блестящий немецкий художник. XVI век. Вот, друзья мои, тут вот была другая картинка предчувствия гражданской войны, когда я ее показывала первый раз биомовцам, но мои студенты забастовали и сказали, что это слишком ужасно, слишком страшно. И я поменяла на нейтральную картину того же Дали «Мягкое время». Про нее интересно думать, разглядывать и прочее, прочее. Так, вон античная богиня судьбы. Там вот по некоторым описаниям должно быть колесо. Тюхан в латинской мифологии, она еще именуется как фортуна. Ну и вот она там кого-то попирает. Лошадей умеет рисовать не только в нашей стране, это немножко обидно, но тем не менее это так. Любопытный персонаж из нераскрученных персон в мировой истории искусства. Он сын полячки и грузинки, и почти всю жизнь прожил во Франции, в Париже. Сделал себе там колоссальную карьеру. И здесь мы видим одну из его ранних работ в стиле дадаизм. Подробнее, к сожалению, не могу говорить. Александр Иванов, тот самый, которого вы знаете по явлениях Христа народу. Такая здоровая картина. Но здесь мне важна отсылка, это академизм европейский, к античным слоям. Ну и я студентам обычно предлагаю угадать, говорю, где здесь Брэд Питт? Это история про Трою. В общем, они тормозят иногда. Хотя Брэд Питт вот сидит в красном плаще. Ладно. Кеты Кельвец. Блистательная. Это единственная дама в моей подборке. К сожалению. Вот это ужасно, но это так. Но дело в том, что это восстание ткачей. И здесь следует, наверное, сказать, то, что у нас есть отпуск, какое-никакое кривое медицинское обслуживание. У нас есть социальные какие-то льготы. Это заработано вот такими людьми, которые не терпели, которые восставали. И любое социальное достижение, оно обходилось какими-то кровями. И вот здесь вот мы видим знаменитое восстание. Бог мой, забыл, какое восстание. Нет, нет. Там было указание типа Селевских, но не Селевских. Извините. Виновата. Но и в том плане, что оно было раздавлено просто в кровищу абсолютно. И Калевиц потом нарисовала вот это по мотивам. Жесткая, совершенно не женская графика. Но я думаю, что юные пытливые, возможно, захотят узнать, что это было. Хотя я старательно избегала насилия. Ну вот эстетизация насилия, которого я избегала, это Леонардо да Винчи. Битва при Ангиаре. Такие прекрасные витязи на великолепных конях. Все так это закручено. К сожалению, эта вещь не дошла до нас. Она была уничтожена. А вот теперь вспоминаем табунщиков на том Аллакиизе, который мы с вами видели в киргизской подборке. Это прямой омаж. Есть такой термин. Омаж — это почтение, выражение уважения к какому-то другому художнику. Вот табунщики — это как раз-таки омаж вот этой картине Матисса. Она висит в Эрмитаже, она гигантская, огромная и такая. Кстати, между прочим, я опасалась, что мои студенты как-то вот обнаженку запугаются. Но вот эта картина как-то у них прошла на спокойном. Такой стиль в европейском искусстве — ориентализм. Его придумали, кажется, французы. Но у них это были бесконечные адолийские гаремные сцены и охоты на львов в Африке. А это художник Николаев, который приехал в Среднюю Азию, принял ислам, остался там насовсем. Да, это, конечно, придуманный Восток, но это совсем другой Восток, нежели Восток у французских ориенталистов. С каких-то пор в европейской живописи возникает потребность семейная. Семейная становится предметом интересов у художников. И мы здесь видим очень незатейливую семью, вероятно, очень низкого социального статуса по интерьеру. Но мы видим любящую мать, детей, там, еще что-то. Причем люди, они какие-то не очень красивые. Это не та королева, которую я вам показала. Это не великолепные юные девицы из киргизской подборки. Это такие вот крестьяне. Ну что ж, про книжную графику. Я так думаю, что это видели все. И я думаю, не грех повторить это еще раз, потому что это виртуознейшая работа. Просто блеск Пабло Пикассо. Библейские сюжеты. Возвращение блудного сына. Вы знаете, кроме того, что я люблю Рембрандта, я включила это в подборку еще потому, что, наверное, детям нужно знать, что родители их все равно простят. Что бы они ни натворили, какой бы журнал они ни сожгли под лестницей. Ну что бы они там не курили в туалете, но, наверное, родители их простят. Ну это мое субъективное размышление, но мне так хочется. Так, хорошо. Так, а вот, пожалуй, самое важное для киргизского искусства современного XX века художник Сезан. Потому что у нас есть даже такое определение, киргизский сезонизм. У него был особый взгляд на цвет, цвет, технику, фактуру и так далее, и так далее. И мы, ну в смысле, если брать художников нашей страны, в значительной степени мы, ну не знаю, один художник сказал, да, мы все потомки Сезана. Так, ну немножко про авангард, друзья мои. Совершенно забытый Владимир Татлин, но очень известная его вещь, памятник третьим интернационалам. Это не архитектура, это скульптура. Это запредельный такой вот по свободе полета авангард начала XX века, послереволюционный. Ну что, еще раз, эстетизированное насилие. Это не насилие, как у Кеты Кольевиц. Это благородная битва красивых рыцарей. Тут можно разглядывать их вооружение, какие пики, какие кони. Но эта картина вошла еще в историю искусств тем, что, кажется, здесь впервые изобразили в очень важном месте зап лошади, которая прыгается. До этого это было как-то вот, ну, не комильфо и так далее, и так далее, но вот такая штука. Про позднюю Римскую империю, Византийскую, которую, когда турки начали ее поджимать и потом совершенно то, что они обнулили, византийское искусство продолжило свою жизнь в разных местах. В Италии, в Северной Европе, в Северной России, там, на Балканах и так далее, и так далее. Вот Феофан Грек. Грек, он потому что был греком. И это фреска в Новгороде. Очень суровый пантократор. Пантократор — это с греческого всевластитель, что-то такое. Житейская сцена. Друзья мои, вообще-то я не буду это говорить студентам, но я скажу вам. Этот художник известен в графической серии «Карьера шлюхи». Но я, конечно, школьникам не буду ее показывать. Но вот это жанровая сценка, где мы сможем наблюдать редкостный момент, когда картинка звучит. И более того, источников звуков тут вот миллион. Посмотрите, тут и тарахтят, и ножи точат, и скрипач, и мальчик отливает под окно, и погремушки, и еще все такое прочее. И вот это все такое улоднодская улица. Так, хорошо. Андерс Леонард Цорн. Меня попросили заменить прежнюю работу, где он такой брутальный, красивый мужчина на женский портрет. Сделала вот такого типа, такие фламандские женщины. Ну, Цорн, конечно, блистательный швед, но очень-очень-очень интересная рыжая женщина. Так, коллеги, здесь фрагмент этой работы. Угадайте, почему я обрезала ее вот на треть сверху? Догадываетесь, потому что, во-первых, из одежды у него одна ленточка с надписью «Бену-то Чили не сделал». Да, но, тем не менее, нам важна отсылка, опять же, к античной мифологии, к персею антромедии, к голове медузы. Мы видим, вот, кроме того, у этой скульптуры безобразнейший какой-то монумент, на мой вкус. Так, хорошо. Снова радость от простой семейной жизни. Мать, ребенок, какие-то хозяйственные дела, кошка, мыльные пузыри. Такое удовольствие от бытования. Ни королей, ни королевы, ни битвы прекрасных рыцарей, ни голый, там, этот, персе с отрубленной головой, а просто семейная сценка. Так, хорошо. Друзья мои, Сильвестр Щедрин. Любопытнейшая деталь. Пожалуй, это единственный русский художник, который стал святым в католической церкви. Правда, местного значения. Он уехал молодым художником туда, после окачания Петербургской академии, и не вернулся. И где-то там, около Соренто, в Неаполе, осел, и делал много добрых дел, и он местный святой в тамошней церкви. Это любопытный факт. Вот, совершенно любопытный факт. Но эта картина известна еще и тем, что, вроде бы, это один из первых случаев европейской пейзажной живописи, когда высокое и прекрасное подается через низменное. Посмотрите, тут какие-то халупы, лодочки ободранные, какие-то такие не очень симпатичные рыбачки чумазые. А сзади всего лишь главный собор католического мира, собор святого Петра. Вот замок святого ангела, это Тибр. Да. Ну, я думаю, эту картину вы все знаете. Я даже опущу ее, потому что как-то в этой аудитории глупо рассказывать, кто такой Эшер и почему он прекрасен. Про социореализм вне Советского Союза. Это шведский художник, который почти всю жизнь провел в Испании. И это помощники кузнеца. Я думаю, с таким же успехом можно было написать, типа, разбойники или что-то такое, но в руках у них клещи. Ну, и последнее. Такое течение рубежа 19-20 веков, как европейский символизм. Один из его нежнейших, тончайших мастеров, как о нем пишет мастер Сумерек, Фридрих Янсен. Это такие, ну, грубо говоря, ничего яркого. И вообще Кастанеда совсем по другому поводу сказал, что Сумерки — это, блин, разрыв между... Извините, забыла. Ну, то есть вот Сумерки, как разрыв между... А, Сумерки — это разрыв между мирами. Да. И вот здесь, пожалуй, это представлено. Ну, теперь последняя часть моей презентации, она совсем крохотная. Вы уже устали, а у меня дыхание на таком темпе тоже устало. Об этом более подробно расскажет Улан Джапаров, который выступит после меня, куратор этого проекта. Это «Выдающиеся люди Киргизстана». Был составлен список. Это то, о чем говорил Каратенко. Нет, Наталья, можно мне сначала... Нет, давайте, чтобы вы чуть-чуть... Я из дыхания не перебью ваше, я надеюсь. Да, я отдышусь. Отдышитесь. Я просто хочу сказать, какое задание было дано, чтобы вы понимали, откуда вот это взялось. Во-первых, давайте похлопаем за то, что вот эту работу построили. Коллеги, я хочу потом, Гульмир Кривен, с вашего позволения, как бы небольшую дискуссию провести, потому что это очень необычно. Вот то, что мы предложили на ваш суд, и я думаю, это тот формат, который должен звучать в Министерстве образования. Нам надо выбирать, что все-таки преподносить нашим детям. Это очень авторское видение, но именно в этом и рождается, что мы, соприкасаясь с человеком, мы становимся человеком. То есть, когда мы соприкасаемся с авторами, мы сами можем расти. Я хотел бы вот эту дискуссию запустить. Но это вот по первому части, связанное с киргизскими художниками, с мировым опытом. А это немножко другое уравнение. Оно выросло из такого тоже очень интересного события. У нас были норвежские и еще из европейских стран молодые ребята. То есть, студенты, стажеры, Евросоюз к нам отправил, говорят, вот стажеры хотят посмотреть, что у вас там происходит с этой безопасностью, и дать свои какие-то... Причем это один из очень приличных колледжей, Святого Эндрю, то есть, ну, он такой очень, как бы... То есть, это как бы новая молодая европейская элита, скажем так, да? И вот они приехали к нам и, значит, ездили в наши пилотные школы. Вот. И там много чего они видели, то есть, как бы, много чего там комментировали. Но один из комментариев, вот, у нас, как бы, поразил своей ясностью, да? То есть, как бы, и тем, что с этим что-то надо делать. Они говорят, так, а почему, когда мы к вам заходим, во-первых, ну, вот первое уравнение было, что почему так темно и страшно, да? То есть, почему все стены похожи вот на что-то такое, что у нас всегда школа, это что-то такое сверкающее, там, какие-то цветовые игры и так далее. Вот на это была попытка ответить первым, первыми выступлениями. А второе было вопрос о том, что почему у вас на стенах всегда висят дяденьки? Вот мы не очень, ну, вот мы их плохо понимаем, это дяденьки чёрно-белые, и они, ну, как бы, одного, практически одного возраста и одного этноста. Ну, то есть, вот, ну, нет, ну, там был один этот вопрос. И тогда, действительно, вот отсюда возник вот этот вопрос о том, что давайте попробуем, то есть, нашу культуру, да, то есть, или вот наших людей, которые, то есть, внести в некотором другом измерении. И тогда, соответственно, вот мы вам тоже с удовольствием пришлём этот список, я начал это уже обсуждать с нашим координационным центром Гульмерка Риммана, с Гульмерка Риммана, то есть, вот, с министерством, то есть, как бы, действительно, выбрать тот список, который мы могли бы, людей, которых мы могли бы рекомендовать для, значит, разных школ, и вот дать некоторую концептуальную модель, то есть, как бы, вот, причём в некоторых вот цветовых решениях и в чёрно-белых решениях, да, то есть, вот, Наталья, я думаю, что это достаточно уже рассказал, да, то есть, вот, чтобы дать такую... Да, я могу в молчаливом режиме пощёлкать несколько картинок, вы уже всё поняли. Но у вас, может быть, что-то ещё есть какие-то, ну, вот, комментарии, потому что это... Ну, буквально пару слов. Хотелось отойти от реализма, от фотографического, где-то воспользоваться такой вот, знаете, трафаретной, почти вот стрит-арт, есть такая манера, и вот как-то с некоторыми нашими значимыми для культуры людьми вот поиграть. Да, вот они получились разные, были масса промежуточных каких-то прикидок, сейчас я вам даже покажу, что это было, из какого ссора какие-то вещи вырастали. Да, ну, вот просто я должна сказать, что вот Семён Чайков, работу, которую я вам показывала, который наш всё, ну, вот здесь вот, в данном случае, пейзаж и подруливание под галстук взято из дочери Советской Киргизии. Вот, это такая цитата и такой омаж Семёну Афанасьевичу. Да, вот как это может быть в школьных интерьерах, про это подробнее расскажет Улан Джапаров. Это предложение по Орловке. Вот их входная зона, как это могло быть, например. То есть не маленькие портреты в рамках, а что-то большое такое, цветовое, яркое. И, скажем так, здесь вот очень интересный момент. Дело в том, что желательно с отходом от вот этого основного списка, который на деньгах и на школьных кабинетах уже есть. То есть культура, она богаче и шире, чем тот крохотный список, который вот тиражируется. Она интересней. Да. Вот для 65-й школы, это такая школа прямо в центре города, совершенно без какого-то участка. Её подрезали, отобрали стадион. Она бедная, несчастная. Но у них есть некоторые возможности. Ну, вот, например, как бы Суэмон Кулчик Моров смотрелся на... Вот это, кстати, вступительная зона, входная зона для начальной школы. Так, хорошо. Вот эта 65-я школа, как бы этот... Эта галерея могла бы сесть на стенку, которая у них там огромная и длинная, в монохроме, в цвете, каким-то другим способом. Ну, я не буду вас грузить другими промежуточными вещами. Об этом расскажет Улан Джапаров. Спасибо, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok